здравствуйте сегодня у нас среда наверное 4 до 4 марта в общем сегодня я решила сделать видео по комментариям потому что на меня просто обрушил обрушила весь люди почему с украины не знаю почему человек люди с украины решили что как-то даже я не сформулировать не могу высказывать мне свои недовольства своей жизнью в испании в общем найти так получилось что в начале накинулись какие-то женщины которые по 25 лет живут в испании с явными просто оскорбительными комментариями ну ладно боже мой мне не удивительно даже почему почему потому что очень много здесь женщин которые я думаю скрывают для своих родственников для своих земляков как они здесь живут как они деньги зарабатывают всю вот эту неправду ну наверное это те женщины которые я знаете одну вот эту девушку знала она она мне вот рассказывала она я работаю в магазине все нормально там с другом снимаем квартиру там туда-сюда ездим и вот все вот она вот это рассказывает ягода да а потом но свои родни своим подругам я всем рассказываю что это мой магазин что это мой бизнес что вот я вот в испании открыла бизнес я так ну типа и фотки она видимо посылает там этого магазина где где она работает хозяйка у него каталанка и ну как бы особо никогда не заходили не заходила она в магазин и я как-то стала гроза чем вы тебе это надо она такая это меня не поймут дома меня не поймут и в общем вот она так сказал мне так легче легче так легче я говорю а если магазин закроется чё будешь делать а почему я так сказала потому что тогда в тот момент друг за другом начали закрываться магазины это был 2015 года она мне такая говорит ну чего-нибудь потом придумаю и знаете так ужасно я не накаркала и накаркала просто там они друг с другом уже закрывались и прихожу она ты представляешь наш магазин тоже закрывается это я к тому что в конкурентной борьбе даже местное население не может удержать бизнес как про какой бизнес время плетут вот эти наши вот хейтеры которые все время мне пишут чего ты добилась чего-то там добилась ты ведь бизнес не открыла я не понимаю мне не надо никакой бизнес люди поймите я хочу жить бизнес в моем понимании нелегко открыть во-первых надо понять какой бизнес у тебя по и пойдет а здесь вот в окружении которые я вот вижу наших русских я уже столько видел я четыре видела ресторана которые открывались с понтами с высокопарными словами с гордостью они даже сезон и не отрабатывали и и мне просто страшно подумать сколько люди теряли на этом денег то есть я помню одна женщина очень высокопарно рассказывал то что она открывает русский ресторан вывода плюры дымарья что она будет это типа блистать блюдами ну хорошо да как бы пока еще туристический сезон до ходят людей любой ресторану потому что очень много туристов как бы но когда заканчивается у нас есть туристический сезон но здесь все вымирает вообще все вымирает никого нет и и и местные местные это вот эти ресторанчики они работают и каталанцы ты испанцы не все туда они ходят только туда куда не привыкли ходить они какие-то вот испанцы им не интересно как бы у русских русским нравится вот там разным ходить рестораны пробовать разную еду а испанцы не такие мне нравится они не ходят они они идут только в свой ресторан и все и вот поэтому я только на моих глазах и 4 ресторана видела как здесь открылись и закрылись то же самое с бутиками у испанцев тоже своеобразный очень вкус очень своеобразный и когда наши открывают пафосные бутики с каким с какой-то там такой одежды которая очень котируется видимо в россии то здесь она не котируется но потому что здесь другое отношение к одежде и они просто как открываются так и закрываются и самая самая грустность всего этого что я даже последний раз когда вот я видела ресторан я даже не подошла до женщине ничего не сказал ну во первых она уже ну как бы его уже открывала что уж что уж теперь говорить но вот грустно то что люди не посоветовавшись совершенно не пожив не узнав вот ничего про страну с такими вот вот типа у меня же в москве там или где-то все у меня же там хорошо шоу-бизнес и он и я приеду и здесь типа на виду в общем это я отвлеклась вообще-то сегодня я хотела сделать вот видео о том что мне пришли почему то с это с украинской стороны комментарии с огромными претензиями с огромными претензиями вообще читать очень эти комментарии очень сложно люди очень пишут безграмотно очень неправильно на русском языке я по три раз перри перечитывал я конечно в шоке я вначале ничего не могла понять что это такое а потом вдруг до меня дошло вот смотрите недавно же недавно в украине сделали безвиз безвиз и вот и и видимо вот это вот вот это и есть отголоски вот это отголоски вот этого безвиза потому что видимо люди вот эти украинцы они видим хлынули в испании хлынули насмотревшись насмотревшись как они мне пишут что мы типа посмотрели ваши ваши это видео обвиняют меня во всех смертных грехах что я знать что ты именно обещала они поехали и у них ничего не получилось я вообще ничего не понимаю ну я скорее всего под раздачу попала они наверное где-то другие каких-то блогеров смотрели а у меня такая видеопрезентация в которой просто кратко рассказано о чем у меня видео но так как эти женщины то ли плохо понимают русский язык видимо это западенки и они что-то разницу как-то видимо и не это не понимают ночью мы там усилившим 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 так вот я вам хочу ну и еще там такой мужчина тоже странные очень странные комментарии написал ну ладно пока про украина поговорим я ничего против украины не имею ввиду и нет ничего ну просто это как-то очень странно понимает что такое не понимаю вот значит один комментарий также как как ви будут написано такая и с точкой так же как вы татьяна мы приехали за лучшей жизнью и длинным евро я не поехала за длин за длинным евро я поехала за лучшей жизнью ну я не гастарбайтер здесь вот не вот это вот еще придется объяснить так за лучшей за лучшей жизнью и длинным евро но столкнулись реальностью где не всегда кон контракт где раком унитазы где раком где не всегда контракт какой контракт если вы едете нелегалом в испанию по туристической визе у это ну или без визы это не знаю как вы там ездите сейчас какой будет у вас контракт вас нет в ваша ваш без виз это он не дает право на работу я я там во всех видео это говорила что здесь муся что здесь о очень тяжело найти работу если у вас нет документа ну это я просто объясняю для для этой тети вот где раком унитазы драйд а интересно а как они без языка они кем собрались вообще ехать в испанию у меня вот вопрос вот вы поехали работать в испании сто процентов уверен что вы вас испанский даже если и был он на раку то был но я не знаю базу это так я думаю что вы в офисе сидите я не думаю что вы вы знаете вы как написано в и такая . и мягкий знак но это видимо не так замещает нашу и наверное да что вы в офисе сидите иначе не полезла на youtube с этим не с этим а с этим каналом подработка нужна да не думаю что за спасибо помогать будете с документами тем более сватать кого сватать и хочу ничего не поняла их и как я буду помогать с документами кому-то я никогда вообще ни в одном видео не говорила что я буду помогать с документами значит меркантильные вы наши вот представляете вот это один комментарий дальше говоришь без мягкого знака же розкажу розкажу как устроиться на работу как получить документы ну плетешь без мягкого знака сама не поймешь говоришь же расскажу как устроиться на работу я не понимаю вы что у вас в украинском языке нет что ли различия в том что говоришь и что я расскажу как устроиться на работу а я же не написал что я вам найду эту работу муся ведь если я бы в видео презентации я бы я бы сказала я вам помогу найти работу вот если бы оно было так звучало а там было я расскажу как я как искать работу ведь это абсолютно разные две вещи я расскажу как устроиться на работу и получить документы но плетешь же сама не знаю сама не не помнишь и сама не помнишь я не виновата что вы видимо западной украины не совсем точно умеете переводить русский язык я в этом не знаю мои видео презентации я рассказываю крат краткие краткая информация о моем канале и о моих видео где я сказал что я расскажу расскажу как это делается мне нет там вообще нигде что я вам найду что я вам помогу и что я вам сделаю но где-то нету вообще и у меня вообще канал так называться реальная жизнь в испании просто жизнь в испании и я ее открыла не не потому что мне кушать нечего как бы тут мне написали а вот а для общения мой канал для общения я его для этого открыл а почему я делал видео про документы как когда к этому все что такое ну блин ну как вот это и и главное закрыть то их невозможно не взяла эту придется вешалка пошла вон вот что сделать животное на чем я остановилась у меня не стоит в описании канала что я помогаю делать документы что я помогаю с помощью с помощью найти работу что я ищу сватую ищу женихов вообще там вообще ни трех слов нет вот смотрите что она дальше плетешь сама не не помнишь или только теоретически или только теоретически конечно только теоретически так есть сайты по грамотне так извините если у вас есть сайты по грамотне что вы лезете на мой канал я ничего не понимаю побитая ты жизнью это да но и напористая но это ради денег каких вот они вот эти вот комментаторши они сами себе противоречат то есть значит я открыла этот youtube канал потому что у меня нет денег и и тут же говорит что у меня значит я все это делаю ради денег каких денег вот канал который 4000 подписчиков какие какие деньги канал такой может приносить вот я вам как скажу что канал начинает прибыль приносить когда у него больше 100 тысяч подписчиков вот только тогда начинает канал приносить деньги то есть надо чтобы каждое видео было просмотров не менее 20 тысяч представляете то есть надо чтобы в день в день хотя бы 40 тысяч просмотров с канала бы было тогда человек на самом деле более менее не меньше тысячи долларов зарабатывает а а мой канал он ничего не зарабатывает мой канал он сделан для для общения и для информации и еще вот я вам скажу что когда я приехал приехал в 2006 году у меня люди вообще никакой информации не было никакой и если бы я вот в то время мне хотя бы половину бы того что вот я вам рассказываю мне бы кто-то рассказал я думаю что у меня бы сейчас бы уже была бы постоянная работа в отеле ну потому что ну не обладала я тогда информации а если меня например просят расскажите как ну как как можно получить в испании документы я нашла адвоката послушала его записала это все данные и вам сделала видео для для информации меня спрашивают я отвечаю я вообще тут это не не понимаю я я сделала видео для того чтобы кому-то ходить делать документы помогать как я буду я кто я юрист я адвокат как я могу ходить делать да кому-то документ нет я знаете вот это я вот на таких эмоциях потому что я вот это прочитала я вот совершенно не понимаю о чем люди думают вот слушайте дальше обид этой жизнью это да ну и напористо но это ради денег ну это вообще ради денег все ради денег с голодуши с голодухи мая все такое это карма у каждого своя и про зависть это ты перегибаешь да не не дай бог судьбинушку тяжело очень перечитать потому что очень много ошибок неправильно написаны слова судьбинушку такое с мужиком мутить ради документов какую судьбинушку вот смотрите вот она мне пишет что я посмотрела я посмотрела твой канал вот видите как вот она мне пишет ты врешь ты врешь и она в конце подтверждает то что она не смотрела мой канал вообще то есть смотрите вот что она значит это пишет не дай бог судьбинушку такую с мужиком мутить ради документов с каким мужиком мутить где мутить я не не ради документов ни с кем никогда в жизни не родить ничего никогда я такой человек что я я не умею ради чего-то ради чего-то с кем-то жить так не умею мне вот если мужчина не нравится если мне с мужчиной не комфортно мне наплевать на деньги на документ на все это вообще смешно значит я же говорю это с голодухи значит вот кто я чтоб судить таких тут много может подвижная ты вот это вот я вот это вот не понимаю может и подвижная что значит это мне переведите пожалуйста может подвинутая продвинутая что за подвижная как подвижная в русском языке у нас такого нету так ты но Меркантильная и недалёкая Ну да, конечно, недалёкая Я вообще заметила Чем, значит, женщина как бы лучше живёт Так сразу она тем и хуже становится То есть если ты сидишь, рыдаешь Что ты нищая, что тебя все бросили Что тебе ребёнка нечем кормить То ты сразу и золотая, и хорошая, и умная И всё А как только женщина что-то чуть-чуть получше куда-то выбилась Всё и меркантильная, и недалёкая И слова произносишь, не туда ударение вставишь Вот это меня до того добило Вот эти вот... Я жила на Урале всю жизнь И мы говорим, стиральная машина, стиральный порошок Звонить, звонишь И я как говорила, я так и буду говорить Перестаньте мне это писать Вот я вам просто одну вещь скажу Что я живу здесь в Испании И здесь пять у них регионов И каждый регион по-своему говорит на испанском языке По-своему То есть поис, баска, они как-то бобо вот так вот говорят Значит, андалузы, они вообще по полслова проглатывают То есть ни у кого ни в голове не возникает Рассказывать мадрид... Ну как бы сказать... Можно подумать, что самый идеальный язык, наверное, испанский Это, наверное, в Мадриде Ну я так думаю Но ни один мадридец не скажет, что каталан... Кстати, я знаете вам, что всё время забываю сказать Что я когда ходила на курсы, чтобы сдать экзамен на гражданство Там у нас учительница была Она вот как раз была с поисбасков Ну страна басков Так вот, она мне такую вещь сказала, что я никогда вообще Даже не подозревала Оказывается, каталанцы очень неправильно говорят на испанском языке Очень неправильно Они очень сильно... Они как бы... Она сказала, что... Ну... Коверкают Она как-то... Ну... Она со мной стала разговаривать И меня вот и поправляют, и поправляют Я так начала расстраиваться Я говорю, я не понимаю Я говорю, всё время так разговариваю Она мне сказала, что ты копируешь каталанцев А каталанцы, они неправильно произносят некоторые слова испанские И они ещё неправильно строят фразы Они их строят в грамматике каталанской То есть она даже мне вот это... Нам писала вот фразы Которые мы здесь, получается, вызубрили на испанском И оказывается, это неправильно И вот я, знаете, за всю свою жизнь Здесь ни разу даже не могла вот это понять Потому что никогда ни один испанец Никогда вот этого не говорил Что каталанцы не то, что неправильно там Не туда ударение поставили Они даже могут слово исковеркать Они даже могут грамматически неправильно построить предложение Я была не в курсе... А тут Да какая разница, стиральный или стиральный порошок Я-то что-то война, что ли, начнётся от того, что Я стиральный порошок скажу Или стиральная машина Да это... Моё мнение Когда вот женщина, знаете, вот женщина моего возраста Она дома сидит, всё серо Всё, значит, это беспросветно Смотрит на меня И вот, вот иди Устроилась ведь такая И такая не такая И как посмела И как ведь поехала Не испугалась И смотри-ка, ведь в публичный дом не сдали И смотри-ка, с помойки не ест И смотри-ка, в коробке не спит А вон как хорошо устроилась Ай, дай-ка я ей вот сейчас вот так вот Что? И ура! Нашли, чем, значит, тыкнуть Не тратьте своё время Я не собираюсь переучиваться Мы всю жизнь так на Урале разговаривали И почему я должна? Это особенность Урала А давайте вот грузин, когда начнёт разговаривать по-русски Попробуйте ему вот Встаньте и начните его поправлять Я посмотрю, как он вам ответит Или армянин Посмотрим В общем, это А как в Сибири, как о кучом там Как интерес А какие у них в Сибири интересные слова Я даже, как некоторые, даже и не слышала Вот людей из Сибири, которые ведут Видите, канал Я вообще вот это А с южного, с южного края Нашего, с Краснодарского края А что вы им не пишите? Они пополовину вмешивают какие-то слова Видимо, украинские Откуда они Иногда думают, что за слово? Что оно значит? Сидишь, не понимаешь Я же не сижу вам Удмуртские Я же не начинаю канал мой С такой фразой Чечь, буречь, гожаной и шьёс Я же так не начинаю Я же не вмешиваю сюда В канал Это Удмуртские слова Ну, почему тогда вот это Украинцы Ну, в смысле Наши Юг России Может в перемешку Совать без конца украинские слова Я говорю, вот эту Надю Колорады Вообще не смогла смотреть Ну, потому что Она всовывает украинские слова И никогда их не переводит Да, у меня тоже такое бывает У меня проскакивают испанские слова Но я их тут же перевожу Тут же всегда перевожу Ну, в общем Меня тут раздраконили сегодня Я вот это Так Что же дальше? Что я буду судить? Таких тут много Может Подвижная Ты, но Меркантильная Недалёкая Жизнь Расставит Всё по местам А может Уже и расставил Я считаю Что жизнь Расставила Всё по местам У меня Всё нормально У меня Всё нормально Вот Научись Критику Воспринимать Критику В чём? Какую Критику В чём? Если вы Не понимаете Значение Русского языка Так это Не критика Идите Русский язык Поучите Это большая разница Когда ты говоришь Я вам расскажу Как это сделать И я вам помогу И я вам сделаю Это же совершенно По-русски Это два разных значения Может у вас В украинском языке Это не разное значение У нас Разное значение Вот Сильная ты По Ому Что Биться Жизнью А Потому По тому Буквы Т Нет Сильная ты Потому Что Битая Жизнью Позавидовать Только Глупой Так Не завидуйте Зачем Зачем Завидуете Посмотрела Твой канал Ниху Ты ничего Не смотрела Не смотрела Ты Если бы Ты бы Посмотрела Мой канал Почему Я на ты Говорю Потому Что Она С мной Вот так Разговаривает В общем Это женщина У нее Пустой канал Вот знаете Когда пустой канал То это подозрительно Ну У обыкновенного человека Ну Который просто смотрит видео Даже если он не ведет Никакой свой канал У него все равно Ну На канале что-то есть Вот он лайкает Там У него вот понравившееся видео Есть Какие-то Все А вот если вот он Чисто пустой канал Буква О Нет фотографий Люди Это Знаете Мне кажется Что Это тролли Тролли Которые Замаскировались Под украинцев Или Наняли украинцев Это делать Или это вот та волна Украинцев Которая Поехала Сейчас В этот момент В Испанию Когда Ну Нет Сейчас работы Ну Вы же Не дадите мне соврать Что практически Вот последние два года Я только и рассказываю о том Что я Очень Что очень тяжело Найти работу Что тяжело Пройти собеседование Что очень много Желающих Что очень тяжело Вообще Как бы Устроится А люди Я не знаю Я не могу сказать Что это за человек Я тоже не эксперт Конечно Ну Вообще Как бы Стиль Вообще Похож Так тролли Обычно Пишут Может Украинский Тролли Я не знаю Никаком Никаким Сватовством Я на своем канале Не занимаюсь Я только Рассказываю о том Ну Как познакомиться С мужчиной Какие подводные камни Какие опасения Вы же слышали Сколько я Вот уже Рассказываю Что чего Надо опасаться Про традиции Там рассказываю Про свой Свой личный опыт У меня Канал Просто Про жизнь То что Со мной Происходит То я и снимаю Я вообще Я вот эти Претензии Вообще Ольха Давидив 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 Так что Ольха Ты не права Ты не права Вначале Надо Все таки Вот Меня очень Вот это Напрягает Всегда Такие люди Которые Натыкаются На мой канал На мой канал Особенно Мне Вот это Всегда Смешно Натыкаются Ну вот Самый Например У меня Популярный Ролик Это Как я была Замужем За испанцем Люди Этому ролику Уже Пять лет Пять лет И до сих пор Люди Вот натыкаются Вот на этот ролик И начинают Мне писать Всякие Разнообразные Значит Там Свои мысли А в основном Все время Негативные Все время Негативные Все время Пытаются Меня Как бы Еще побольнее Ударить Ну Вот у нас Вот такие Добрые У нас Люди Очень Добрые Так В лучший Как бы сказать В лучший момент Готовы Подставить Подставить Ногу И еще По башке Треснуть Сверху Вот Ну уж Извините Вот У меня Вообще Уже такое Сложилось Мнение Про это И Меня Обвинять В том Что вы Поехали Ну это я Сейчас К этим Людям Сюда На заработки И Как Она Написала За длинным Евро Я не Ехала За длинным Евро Я вообще Когда ехала Там скажу Чем Да это Что же Муся За Муся Сейчас Я тебе По башке Я не ехала В Испанию Ни за длинным Евро Ни Замуж Выходить Зачем Я ехала Я ехала Жить У моря Ну вот это Честное Слово Вот Самое Вот Я Чемодан Собирала Когда Я Все Думала Что Там Море Что Наконец За границу Вижу Что Вот Это Такое Путешествие Будет Мечтала И Когда Мы С подругой Поехали Мы Ехали К Знакомой Которая Сказала Что Мы Будем Работать Сиделками За Ну там Ну Она 500 600 Евро Говорила Ну Мне Повезло Мне Повезло Меня Взяли Мне Платили 750 И Плюс Еще Давали Когда Я Они Не Могли Там Например Мне Выходной Давать Они Мне Еще 50 Евро Давали И У Меня Иногда Было 800 Иногда 850 Ну Не Всегда Вот У Меня Так Варьировалось Вот То Есть Даже Какое Это Длинное Евро Я Не Знаю И Мое Вот Это Впечатление Какое Мое Впечатление Вообще От Этих Комментариев Молодежь Сейчас Знаете Такая Стала Они Все Хотят Чтобы Быстро Было Чтобы Быстро И Чтобы Не Трудно И Чтобы Не Работать И Не Знаю Откуда Эта Ольха Взяла Такую Информацию Что Она Приехав Сюда По Безвизу Получит Контракт Я Я Каким Местом К Этому Отношусь Где В моих Видео Вообще Такое Сказано Что Вы Переедете И Вам Тут Это Я Наоборот Даже Помню Снимала Видео И Предупреждала Украинцев Чтобы Они Не Покупали Румынское Разрешение На Работу То есть Визу Вот Эту Рабочую Румынскую Потому Что Когда У меня Сын Приехал В общем Сын Вот Тоже Очень Много Про Сына Очень Много Неприятных Вопросов И Раздражения И Тоже Обвинение Меня В Постоянном Вранье Ну Потому Что Люди От Так Поняли Вон Та Я Понимаю Теперь Что Украинцы Еще И Неправильно Русский Язык Понимают И Вот Тоже Были Такие Как Это У твоего Мужа Говорю У твоего Сына Не Может Быть ВНЖ Не Может Быть ВНЖ Он же Только Что Приехал Нет Я Своему Сыну Сделала Документы Когда Я Была Замужем За И Спанца Я Замужем За Испанцем За Документами У Нас Были Нормальные Отношения Нормальные Отношения Я Была Даже Счастлива Я Считала Что У Меня Будет Нормальная Семья Я Же Не Могла Представить Что Он Будет Альфонсом Я Не Могла Представить Я Еще Вам Одну Вещь Скажу Что На Протяжении Вот Этих Трех Лет Когда Я Того Что Ты Один Вот Ну Кому Ты Будешь Нужен Ну Выгоню Я Сейчас Тебя Отсюда Вот Ну Никому Ты Не Нужен Давай Наладим Отношения Давай Как Как Добрака Жили Как Мы Договорились Вести Финансы То есть Ему Всего Лишь Надо Было 250 Евро Давать В оплату За квартиру Ну Я 250 За аренду Квартиру И он 250 Я Аж У него Ничего Не Просила И Вот Человек За 250 Евро Просто Потерял Возможность Жесть С Женщиной Нормальной Которая Адекватная Я Подуму Все Делала Кушать Он Был Готовить Ну Раз Они Кстати Из Фанцы Не Едят Нашу Русскую Еду Она Для Них Соса Вот Он Все Рами Говорил Соса Он Нашу Еду Вообще Есть Не Мог То Есть Пожалуйста Он Мог Готовить Ну Остальное Это Ведь Что Ну Видимо В Понимании Украинцев Может быть Они Наверное Думают Что Мы Все Русские Тут Приехали С Деньгами Ну Нет Конечно Это Говорит Что Я С Голодухи Но Все Таки Поняла Это Видимо Все Таки Посмотрела Какое То Видео Не Знаю Я Точно Так Ж Вначале Сиделкой Работала Потом Почасовка Кстати Вот Видео Не Было Долго Как Это Я В Семье Жам Сказал Я Поехала Работала В Семье Вот Работала У Меня Очень Сейчас Болят Руки Вот Здесь Вот Эти места Спина Болит Вот Так Тяжеловато Конечно Да Ну Как бы Долго Давно Не Работал Не Потому Что Не Хотела Потому Что Не Было Пока Работ Ну Сейчас Слава Богу Вот Стали То Я Работаю И По Часовкам В Семьях Убираю Дома И Вот Это Вот Для Некоторых Для Некоторых Вот Это Вот Драй Туалеты Драй Туалеты Я Я Не Понимаю Я Не Понимаю Что Ужасного Вообще Драй Туалет Это Туалет Как В Русском Понимании На Вокзале Это Вообще Даже Не Близко Не Похоже Вот Я В Одном Из Видео Я Вам Показала Туалет Что Там Драй Они Белоснежные У них Кафельные Туалеты Чистейшие Как У нас Одна Женщина Сказала Из Этого Туалета Воду Можно Пить Настолько Они Чистейшие Эти Туалеты Потому Что У Домработницы У Испанцев Но Обеспеченных Которые Поддерживают Эту Чистоту Ведь Почему У нас Там Черные Туалеты Потому Что Женщина Работает И Ей Некогда Без Конца Что Туалет Поддерживать В Таком Белоснежном Состоянии И Я Еще Скажу Что У Меня Подозрение Что Это Украинский Тролль Ну В Моем Во всем Окружении А у меня Очень Много Очень Много Женщин В окружении Здесь Очень Много Которые Также Работают По часовкам И Когда Мы Говорим О Работе Никогда Никто Не Говорит Что Вот Это Как Тяжело Туалет Драть Да Там Вот Я Скажу Честное Слово Вот Я Как Человек Как Человек Уже Которым 53 Года Туалет Не Трудно Вообще Мыть Он Чистейший Трудно Мыть Кухню Вот Всем У всех У нас Ужас Это Кухня Понимаете Испанцы Они На Планче Жарят У них Вот Этот Жир Летит Во Все Заляпано Жиром А Так Как Этот Жир Если Его Сразу Брать То Это Легко Но Так Как Мы Приходим Не Каждый День Я В Семью Два Раз В Неделю Приходила В Одну Семью А Как Мы Набираем Дома Дома Набираем Одна Мне Тоже Претензии Мы Не Можем Набрать Дома Это Ваша Проблема Что Вы Не Можете Набрать Дома Чтобы Достойно Жить Моя То Какая Проблема Я Что Выставила Плакат В Своей Презентации Что А Я Волшебница Я Вам Сейчас Вам Всем Тут Организую Рабочие Места Что Я Вообще Ничего Не Понимаю Я Вот Эти Вообще Абсолютно Не Поняла Вот И Вот Когда Ты Приходишь Они Каждый День Вот Так Жаривают Напаривают И Ты Приходишь На Следующий День И Этот Жир Он Уже Застыл Вообще Отодрать Вообще Безумно Вот Это Вот Руки Та Болят Вот От Этого Что Ты Вот Шор Каж Потом Второе Что Женщина Очень Ну Как Жалуется Особенно Который Маленького Роста Мне Вот В этой С этой Точке Зрения Все-таки Повезло И Метр Семьдесят Два У них Огромные Витрины Вот Такие В Виллах Окна Вот Такие Окна Дверь Витрины Такие И Вот Их Вот Надо Все Время Мыть Но Просто Есть Женщины Которые Интересуются Как Облегчить Себе Это И Не Жалеют На Это Деньги Ну То Есть Такие Штуки Специальные Которые Которые Моют Но Они Еще Для того Приспособлены Чтобы У машины Вот Это Ветровое Стекло Мыть Но Женщины Нормальные Адекватные Они Приходят В магазине Покупают И Эти Витрины Вот Этой Штукой Можно Вымыть Ну Буквально За 10 Минут Но У нас Есть Женщины Которые Гастробайтерши Вот О чем Я хочу Вам Сказать Вот О чем Я Хочу Вам Сказать Вот Мне Кажется Что Вот Эти Вот Страдания Насчет Унитаза И Вот Этих Вот Денег Это Именно Гастробайтерши Гастробайтеры Которые Это То Есть Те Люди Которые Не Поехали Менять Свою Жить Жизнь И Жить В Другой Стране А Это Те Люди Которые С Зарабатывать Деньги Вот Да И Правильно Например Мне Для Жизни Они Как Говорят Нас Собирать Гроши Собирать Они Все Собирают Гроши Вот Это Вот У них Такое Любимое Выражение А Я Жила Я Ж Никакие Гроши Не Собирала Я Не Собирала Гроши Я Жила В Свою Удовольствие Понимаете Вот Я Вот Этот Момент Расскажу Вот С Чего Говорит Ты Такая Довольная Жизнью Вот Поймите Что Мужчина Мужчина Не Любит Женщину Ну Которая Вот Недовольная Все Римя Агрессивная И Недовольна Жизнью И Вот Такая Вот Это И Вот Женщина Которая Экономит Гроши Значит Живет По 10 человек В одной Квартире Они там Живут Ее Снимают Они Никуда Не Ездят Они Ничего Себе Не Покупают Они На себя До Такой Степени Плюют У них Вот Такой Сзади Хвостик Вот И Вот Такая Вот Как Показывали Вот Помните Эту Как Ее Павло Внут Вот Эту Служебный Та роман Вот Она Там Вот Такая Они Я Я Вижу Они Вот Такие Бегут Злющие У них Такое Лицо Вот 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 А я Когда Приехала Здесь Начала Жить У Меня Не Было В Плане Собирать Гроши Не Было Да Первый Год Мне Тоже Было Страшно Покупать Ну В Каком Плане Мне Было Страшно Покупать Ну Во-первых Я Оставила Дома Сына Сына Уже Было 17 Лет Он Он Уже У меня Учился В Строительном Колледже А потом Он Уже Пошел Самостоятельно Работать То Я За Сына Это Потом А Я За Кошки Не Рассказала Про Сына Ну Ладно Потом Расскажу И Я Посылала Деньги То есть Почему Первые два года Все-таки Я так на себя Не тратила Ну Потому что Как бы Я не была Уверена Что А вдруг Там Завтра Я работу Потеряю Ну Потому что У нас Женщины Теряли Резко Работу Которые Сиделками Были Раз Бабушка Умерла Она Неожиданно Умирает И ты Раз И Остаешься Без Работы То есть У меня Тоже Бабушка Она Как бы Два Раз Была В Таком Предсмертном Состоянии Я Тоже Боялся Я Особо У вас Нет Возможности Трати Трати Деньги Потому что По магазинам Вы не ходите Ездите Вы только Воскресенье Проводите Время Как-то Ну Что-то Себе Там Купишь И все Вот Но Потом Когда У меня Поменялась Моя Моя Личная Жизнь Ну То 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 Именно Именно Вот Концу Работы Сиделкой 2008 Уже Был Год Да Когда Бабушка Умерла Я Ни за Что Больше Не Согласилась Ити Работ Сиделкой Ну Потому что Вы Понимаете Вот Везде Так Красиво Все Гуляют У всех Жизнь А ты Получается Вот Ну Как В тюрьме Сидишь И Ничего Не Видишь А Жизнь Получается Проходит Мимо А Я Ты Не Гастарбайтер Я Приехала Не Гроши Собирать А Я Приехала Ну Нормально Жить Там Просто Вот И Естественно У меня Задача Сына Еще Притащить Любой Ценой Сына Привезти В Испанию Ну И Вот И Я Стала Искать Это Работа По Часовкам Да Работа По Часовкам Она Не Из Легких Вот Она Не Из Легких Я И Говорю Что Ты Приходишь И Начинаешь Убирать И Вот Еще раз Мне кажется Что Эти Женщины Которые Написали Ничего Они Не работают В Испании В Испании Не Знаю Вот Сколько Мы Женщинами Не Собирались Я Не Помню Чтобы Мы Что-то Там Как-то Сильно Переживали Из-за Того Что Мы Там Их Не Ванны Моем Ну Ну Как Вам Это Объяснить Ты Заходишь В Их Ванну И Там Такой Кафель Красивый Так Красиво Сделаны Зеркала Такие Ящики Белоснежные Все Все Такое Красивое Оно Ну Оно Эстетически Все Красивое Я Ну Может Быть Кто-то Там Работает Я Не Поверю Что Кто-то Вот Работал Там В Каких-то Засранных Домах Знаете Это Наверное Вот Это Может Знаете К чему Относится К Апартаментам Вот Там Я Поверю В Апартаментах Если Вы Пойдете Работать Ну Туристическое Апартамент Вот Там Я Думаю Да Точно Конечно Все Будет Наверное Засран Ну Ведь А Кто Вообще Сказал Что Будет Легко Кто Кто Вам Сказал Что В Эмиграции Будет Легко Почему Люди Приедут С Надеждой Что Какой То Блогер Какой То Человек Которого Они Посмотрели По Видео Вдруг Им Все На Подносики Поднесет Расскажет Сделать Документы Найдет Работу А Они Вот Они Вот Только Вот Все Вот Это Возьмут И Даже Спасибо Не Скажут Сто Процентов Я Знаете Что Расскажу Вот Не Обижайтесь На Меня Украинцы Но Мне Два Раза Было Что Я Помогала Двум Украинке Одной Найти Работу Ну Тоже В семье И Украинцу Который Вы Думаете Они Мне Хоть Шоколадку Подарили Мне Даже Спасибо Не Сказали Мне Даже Спасибо Не Сказали Я Вообще В шоке Хотя Сами Они Когда Они Находят Кому То Работу Они За Это Даже Со Своих Родственников Берут Деньги Я Никогда Когда Помогала Когда Была Работа Когда Была Работа Я Людям Помогала Находить Работу Я Даже Сама Звонила Сама Разговаривала Потому Что Женщина Рядом Со Мною Она Только Что Тогда Это Был 2009 Год Тогда Еще Была Работа Была Женщина Которая Искала Но Она Ни Слово Не Говорила На Испанском Я По Телефону Разговаривала Насчет Интервест И В общем Все Не Знаю У меня Вот Эти Вот Комментарии Вот Они Идут Идут Их Там Так Так Много Это Я Просто Выборочно Посчитала Почитала Выборочно Там Их Просто Невероятное Количество Обиженных Каких-то Украинцев Которые Почему-то Думали Что Когда Им Откроют Границу Они Рванут В Испанию В Италию Видимо И Почему Кто Им Такую Глупость Сказал Что Им Кто-то Сделает Контракт Что Им Кто-то Сделать Документы Что Им Кто-то Вдруг Возьмет И На Ладошечке Им Даст Работу Не знаю Особенно Меня Поразило Что По Одной Видеопрезентации Люди Вообще Стали Судить Какой У меня Канал Ты Посмотри Хоть Несколько Видео Хоть Несколько Видео Посмотри Да Меня Хорошо Жизнь Побила Из Этого Я Стала Меркантильной Какая Меркантильная Я ничего не понимаю С чего я Меркантильная Где У меня Видеопрезентация Выставлена Что Я Помогаю Делать Документы За Деньги Где Вообще Такое Люди Берут Еще Вот Все Я Точно Теперь Буду Думать Что Украинцы Не Очень Сильно Понимают Русский Язык Еще У меня Написано В Шапке Канала Что У меня Канал Женщинам 40 Плюс Как Поменять Свою Жизнь Поменять Свою Жизнь Или Как Изменить Свою Жизнь Что Типа Я Уж Не Помню И Там Тоже Одна Такая Дура Пишет Вы Зачем Говорит Вы Обманываете Что Вам 40 Лет Вот Вот Пишет Такой Комментарий Почему Куда Че Где Я Обманываю Что Мне 40 Лет Никогда В жизни Я Своего Возраста Стеснялась Всегда Всем Всегда Говорю Что Мне Это 53 Года И Тут Все То Я Стала Смотреть И До Меня Дошло Что Я Вот Ей Там Расписала Просто Этой Дамочке Которую Видимо Плохо Тоже Русский Язык Что Ли Понимать Я Не Что Значение Женщинам 40 Плюс Это Значит Женщинам От 40 И Больше До Бесконечности От 40 И Бесконечности Причем Тут Я Где Там Написано Что Мне 40 Лет Я Я Вообще Не Понимаю Вот Это Что Вам Не Понятно Женщина 40 Плюс Это Что Фраза Она Ее Надо Расшифровывать Что Ли Еще Как Изменить Жизнь И Почему 40 Плюс Потому Что Я В 40 Лет Приехала Люди Мои Потому Что Я В 40 Лет Изменила Свою Жизнь Поэтому И Написано 40 Плюс Знаете Я Иногда Вот Это Комментарии Читаю Я Думаю То ли Люди Не Слушают То ли Они Просто Заголовок Посмотрят То ли Они Какой-то Дурацкий Комментарий Такого Же Человека Который Просто Заголовок Посмотрел Сделал Какие-то Свои Выводы Какие-то Свои Фантазии Какие-то Свои Выдумки И Вот Он Не Смотрел Вообще Мои Значит Видео Потому Что Я Нудная Потому Что Меня Смотреть Невозможно Потому Что Им Всем Надо В Трех Фразах Рассказать Про Испанию Вот И Знаете Вот Я Вот Вам Сделаю Скажу Вот Вам Люди Заходящие На мой Канал Они Видят Уже Результат Они Видят Результат Они Жених Не Видят Как Человек К Этому Шел Ну Потому Что Я Стала Снимать Видео Когда Уже Результат Был То Вот Я Здесь Живу Более Менее Нормально Я Б Никогда В жизни Так В России Не Жила Я Б Даже Не Мечтала Что Я Так Смогу Жить Я Более Менее Нормально Живу У Муж Не За Денег Я С Лешей Живу Не За Документов Тем Более У Мне Потому Что Свои Собственные Документы Я Живу С Лешей Потому Что Мне Нравится С Ним Жить Вот И Еще Сейчас Один Вам Комментарик Как Раз Я Плавно Перешла На Тему А Про сынов В конце Я Вам Расскажу Так Вот Еще Такой Комментарий Таня Я Вам Ответил На Про Блоги Но Куда То Парапал Ответ Может Ютуб Заблокировал Может Лизавета Забанила Но Вкратце Повторюсь Решил Поближе Узнать Вас Вывод Первое Уделил Вам Внимание Посмотрев Ваши Плейлисты Особенно По Поиску Работы И Стоило Вам Уезжать Чтобы Работать Домохозяйкой Уборщицей И на Ресепшн А Ресепшн Чем Помешал Я Не понимаю На Ресепшн При этом На Зарплату 12 евро В час Знаете Зарплату 12 евро В час Так Второе И какое У Вас Будущее Ну какое У меня Будущее Аж Никакого И какое У Вас Будущее Вы теперь И России Не нужны А как будто Тогда Когда мне Было 40 лет Я была Нужна России Это Пиздец Это вообще И России Не нужны И Испании Я не нужна А почему Испании Я не нужна Я не знаю Муж У Вас Молодой И лет Через Десять Бросит Вас Вот Какие У нас Люди Добрые Да Какие У нас Люди Добрые Так Давайте Поговорим На эту Тему Так Вот зачем Я уехала Из России Вот зачем Вот я Все время Тоже Думаю А что бы Было Если бы Я бы Не уехала Что бы Было Чтобы Я бы Не уехала Была бы Катастрофа Люди Катастрофа Я не знаю На какие Средства Мы жили Потому что Работать На рынке Я бы Работать На рынке Я бы Не смогла Ну Потому что Я не торгаш Чтобы Торговать Хорошо На этом Зарабатывать Надо уметь Людям Впихивать Ненужный Товар А я Не умею Этого Делать Ну Вот я Нет Не торгаш Я вам Скажу Что В тот Момент Когда я Решила Уезжать В Испанию В тот Момент Хозяин Я работала В ларьке Где Были Джинсы Джинсы Нет Он мне платил Как обещал И я нормально За дну Продавала Вещи Нормально И я ничего Даже не подозревала И один раз Он пришел И закатил Мне скандал И закатил Мне скандал Он сказал Всякий дурак Может продавать Хорошие Добротные Джинсы А ты должна Вот впихивать В эти Гнилые Которые у него Валялись На складе Они сгнили Хороший Продавец Типа Ты в начале Чего говорит Ты Хороший товар Продаешь Всякий дурак Может Вот Типа Впихивай Людям Любой ценой Вот эти Гнилые Джинсы Я так Не умею Я так Не умею И Ну Мы уже С Ириной Все уже Там Уже Это все Ждали Визу Нам должны Были И Ну Я до последнего Работал Мне же Какие-то Деньги Нужны Были Вот И до последнего Работал И у меня Вы представляете Он меня Выгнал С рынка Вот Выгнал Ну какого числа Он меня Пятого Наверное Выгнал А десятого Июня Июня Да 2006 Года Мы Улетели В Барселону Так что Мне страшно Представить Что бы со мной Было Если бы я Осталась В России Мне страшно Представить Насчет Того Что Вы России Не нужны И Как Как у нас Закончился Социализм Как у нас Кончился Советский Союз Так я С той поры И стала Не нужна России Стала Я стала Не нужна России Зачем Я там Все Я там Стала Никто И что Это страшно Вот это Вспоминать Потом Насчет Того Что Леша Через Десять Лет Меня Бросит И найдет Другой Это вообще Знаете Мы с Лешей Уже Прожили Восемь лет Все Сроки Прошли Чтобы Он Побежал Искать Молодую Все Сроки Прошли И потом У Леши Такой Характер Ну В общем Ему Больше Нужна Мама Чем Жена То есть Я Я Больше Выполняю Роль Матери Чем Жены Ну Он Не Бросит Никогда Потому Что Я Ему Настолько Создала Комфортную Жизнь Что Ни Одна Молодая Женщина Которые Были До Меня Ему Не Создали Такой Жизни Посмотрите Ведь Он Никогда Не Был Женат У Него Нет Детей У Него Практически Не Было Девушек Они От Него Все Забегали Ну Потому Что Вот Он Человек Еще Он Очень Долго С Родителями Жил Почти До Тридцати Шести Лет Ну Вот Это Вот Такая Категория Мужчин Которые Ищут Маму Им Им Не Не Нужна Жена В таком Смысле Как Мужчины Которые Там Такие Как Мужчины Папы Ну Вот Вы же Знаете Что Есть Разные Характеры Разные Характеры Это Это Ж Нормально Вот Вероника Степанова Она Она Рассказывает Что Есть Несколько Видов Браков То Есть Гостевой Брак Которым Люди Ну Просто Только Друг Друг В гости Ход А Живут Отдельно И Которые Нормально Относятся Есть Там Есть Даже Вот Такие Браки Без Секса То Есть Когда Люди Просто Ну Живут Вдвоем Как Ну Как Бы Страсть Уже Прошла Там Остались Вот Эти Чувства И Друг Друг С Друг Другом Удобно Жить И Живут Есть Когда Старший Муж И Он Как Бы Отец И Выполняет Функцию Отца То Заботится О Молоденькой Девушке Есть Женщина Женщина Такая Более Активная Чем Мужчина То Которая Выполняющая Роль Мужа И Вы Знаете Что Очень Распространен Брак Где Роли Такие Роли Ну Это Роли Это Просто Роли Ничего В этом Ужасного Нет И Я Очень Много Смотрела На Эту Тему Психологии Что Это Все Это Роли Каждый Человек На Себя На Цепляет Какую То Роль Ну Вот Так Вот Получилось Что Я Теперь Выполняю Роль Мамы А Леша Как Вот Это Как У меня Так Иногда И Может Для Кого Это Будет Оскорбление Нет Не Оскорбление Потому Что Я Очень Настрадалась Вы же Видели Что До Леши Очень Были Мужчины Очень И Как Мы Говорим И Сейчас У меня Просто Невероятная Жизнь Я Не знаю Меня Устроит Такое Мне Никаких Ни Страстей Не Надо Ничего Мне Это Не Надо Я Сама По Себе Очень Такая Очень Спокойный Человек Абсолютно Нетемпераментная Не Знаю Как Вам Объяснить У У Очень Гармоничное Отношение Даже С ним На Протяжении Вот Этих Восьми Лет Ну Как То Один Раз Леша Мне Там Испугался Но Леша Чего Боится Что Я Брошу Вот Когда Вы Пишите Что Он Вас Мне Все Отпишут Что Ты Бош Когда Леша Тебя Бросит А Леша Все Боится Что Я Брошу Хотя Чего Я Буду Бросать Если Мне Здесь Удобно Все Мне Все Устраивает Мне Не знаю Как Объяснить Мне Не 20 Лет Даже Не 30 Мне Уже 53 Года Понимаете В таком Возрасте Уже Человек Больше Думает Об Удобствах А Не Каких Там Страстях И Чего Такого Я Правда И в 30 Лет Тоже Ничего Не Думала Я Думаю Я Ответила На Комментарии И Вот Последний Я Дорасскажу Про Сына Вот Одна Тоже Женщина Мне Значит Написала Да Что Вы Врете Да Как Это Может Быть У Вас Сын Только Приехал А У Него Уже Внж Да Что Вы Всех Обманывать Еще И Сказали Что Он И 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 Как Вам Не Стыдно Что Вы Врете Мне Вот Так Вот Смешно Так Я Вам Еще Рас Скажу Что Я Когда Вышла Замуж За Испанца Вышла Замуж За Испанца Естественно Первым же делом Я Стала Собирать Документы На Воссоединение Чтобы Привести Сына То У Мяс Сын Без Меня Там В России Жил Всего Три Года Всего Три Года Там Много Не Жил И Вот Он Приехал И В 2009 Году У Меня Здесь Получил Документы По Воссоединению С семьей Так Как Я Мама И Нам Повезло То Что В Испании Совершеннолетие 21 Год Вот И Так Как Я Была Замужем За Испанцем То 21 Года Сыну Было 19 Когда Он Приехал Да Сыну Было 19 И В Сентябре Ему 20 Исполнилось Вот То Мы Успели Слава Богу Мы Очень Торопились Я Боялась Что До 21 Года Потому Что Можно Было Сделать Документы И Потом Он Пожил Полтора Года Заортачился Все Ему Не Нравилось Он Затребовал Чтобы Я Ему Купила Билет Я Ему Купила Билет И Он Улетел Домой И Он Жил С Моими Родителями Мои Родители Уже Стали Тогда Старенькие За Ними Надо Было Следить Ухаживать И Мой Сын Стал Выполнять Эту Ролю Но Чтобы Не Потерять Документы Он Приезжал И Некоторое Время Здесь Жил Но Так Как У Него Была Тархета Фамильяр Коммунитария То Она Не Требует Такого Проживания Что Ты Полгода Должна Жить Здесь И Только Полгода Тархета Коммунитария Этого Не Требует Он Просто Приезжал На 2 На 3 Месяца Потом Уезжал И Снова Дальше И То Что Доглядел Наших Родителей Доглядел Ну Почти Доглядел Ильяс С С Моими Родителями И Потом Последние Уже Полгода Доглядел Маму Моя Сестра Вот Так Моя Помощь Моя Ну Понятно Какая Я Деньги Посылал Ну Вот Так Вот У Нас Ни На Кого Среди Нас Нет Никаких Обид Мы Всегда Разговариваем Все В Семье Меня Спросили Какое Отношение С Сестрой У У Очень Хорошие Отношения С Ну Только В детстве Там Дрались А Когда Мы Особенно Обе Замуж Вышли Детей Родили Мы Стали Как Подружки Все Друг Другу Все Друг Она Просто Очень Много Сделала Очень Много Как Неоплатно Долго Можно Сказать Что И Поэтому Я Очень Тоже Старалась Играются Заразы Такие А Штория Конец Уже Прошел Штора Че Попало Похоже И И Вот Так Вот Он Ездил Ездил И Я Столько Раз Ему Все Все Давай Уже Оставайся Все Надо Уже Как Б Это Работай Уже Здесь Приедет Начинает Рассказывать Там Его В Россию Кинули Там Не Заплатили Там Столько Пообещали Заплатили В Два Раза Меньше Я Вот Это Все Слушала Слушала Даже Гру Ты Приедешь Ты Больше В И Вот Наконец Наконец Моя Мечта Сбылась И Поэтому Официально Он Во-первых Он Все Время Здесь Прописан Всегда Он Не Нарушал Никогда Ничего Здесь То Есть Он У Него Есть И Каталант На Каталанский Он Ходил На Курсы И Он В Жироне В Языковой Школе Учил Испанский Язык Это Понимаете Это Это Нужно Для Интеграции Когда Человек Показывает Что Он Ходит На Курсы Потом Он Еще Куда Еще Ходил А В Тренажерный Зал Он Ходил Потом Не Помню Еще Куда То Ходил И Вот И Они Ж Это Видят Они Это Видят В Компьютере Что Человек Ну Как Б Видно Что Он Интегрируется Что Он Учится Что Он Чем Занимается Там Что Он Интегрируется В Испанскую Жизнь И Поэтому Мой Сын Не Потерял Документов Никаких Проблем У Нас Не Было Он Уже И Сейчас Он Уже Так Как Он Уже Взрослый То Он Взрослый От Меня У Него Уже Не Тархета Коммунитария У него Уже Обыкновенная Внж На 5 лет Которую Он Просто Ходит В Полицию И Меняет Там Ну Вот Он Недавно Поменял Внж Вот А у Меня Так И Осталась Тархета Коммунитария По Замужеству От Моего Мужа Испанского Почему Так Ну Потому Что Я Очень Долго С ним Официально Не Разводилась Очень Долго Ну Потому Что Боялась Документы Больше Боялась Документы Потерять Чтобы Сын Еще Не Потерял Документы Еще Раз Вам Скажу Что Испанец Я Никого Не Бросала Это Хуан Мануэль Сам Собрал Чемодан И Свалил Так Что Не Надо И У нас Был Сепоросъем Сепоросъем Это Такая Бумажка Что Мы Как Бо Вместе Не Проживаем Вот Бумага Сепоросъем И А Уже Диворсию Это Вот Уже Именно Официально Я Уже Гораздо Позже Уже Сделала И Ну Это Тоже Совершенно Все Случайно Получилось Абсолютно Ничего Не Планировала Никогда Никакая Не Меркантильная Ничего Никогда Не Планирую Ничего У меня Вот Так И Когда Я Пришла Делать Этот Развод Оформлять Развод Мне Сказали Что Мне Оставят Тархету Коммунитарию И Мне Ее Оставят То У меня Так И Осталась Тархета Коммунитария Она Она Как Ближе К Гражданству Ну Вот Так Ну Вкратце Я Вот Так Рассказала Не Знаю Понравится Вам Нравится Но Просто Я Я Должна Была Это Рассказать Потому Для Тех Что Которые Может Или Я Не Могу Переснять Видео Обращение Не Могу Переснять Потому Что Ну Как Быть Вам Объяснить Там Уже 12 Тысяч Просмотров И Если Я Пересниму То Эти Все Просмотры Улетят И У Мне Опять Канал Плюхнется Обратно То Вы Понимаете Чем Больше Видео Просмотров Тем Больше В Планке И Ради Каких-то Украинок Которые Неправильно Понимают Русский Я Неправильно Надо Надеяться А Надо Самим Стремиться И Это Неправда Что Люди Могут Здесь Только Унитаз Что Ж Такой Неправда Абсолютно Я знаю Женщину Которая Подтвердила Свой Медицинский Диплом Но Она Не Работает Конечно Этим Доктором Но Она Медицинской Сестрой Работает И Там Очень Хорошая Зарплата У нее До Двух Тысяч У них По-моему Зарплата Хорошо Прекрасно Она Живет Очень Много Девочек Которые В Парикмахерских Работают Очень Много Девочек Которые Работают В Бутиках Потом Ну Где Еще Работают Вчера Встретила Свою Знакомую Она Работает Учителем Она Младший Все Это Очень Трудно Это Тяжело Это Чтобы Здесь Найти Работу Учителем Это Моя Знакомая Она Ездила Валенсию И Делала Там Государствие В общем Вначале Она Свой Диплом Ну Как сказать Перевела Амуль Забыла Как Называется Подтвердила Подтвердила Свой Диплом И Для Этого Она Должна Была Сдать Испанский Уровень Уровень Б Уровень Б Два Что Ли И Каталанский Уровень С Это Вообще Высший Каталанский Уровень С Чтобы Ее Взяли На Работу Преподавателем И И Человек Это Сделал Человек Это Сделал Она Сейчас Работает Преподавателем Младших Классов Кричать И Ныть Что Там Мы Не Намерены Тут Это Работать Приехать И Унитазы Драть Но Если Вы Не Намерены То Сидите У себя В Украине Сидите Там Пожалуйста Кто Вам Я Не Понимаю За Каким Вы Тут Длинным Евро Сюда Поехали И Как Это Вы Наши Видео Смотрите Я Не Знаю У меня Просто Шок Ладно До свидания Это Видео Уже Наверное Очень Долгое Получилось Все